И вновь Одинцовская достопримечательность в центре внимания. Сейчас за моей спиной происходит уникальное событие. Самые смелые, самые активные жители города погрузились на дно баранки, чтобы наконец-то узнать, что же там обитает. Ведь кто знает, быть может у нас есть своя малышка Несси, да и любители поплавать в нашу пруду. Сегодня могут сделать это совершенно законно. В акции поучаствовать может любой желающий. На баранке уже неоднократно проводились очистительные работы. Так, например, в конце этого лета пруд был очищен от водорослей и тины. Такого рода мероприятия, как подводный субботник, проводятся на озере всего лишь во второй раз. Впервые он прошел в 2007 году. Для того, чтобы проводить очистку регулярно, многого не нужно. Главное – желание. Впервые в Можайском районе участвовали. Ежегодные акции проводим в начале ноября – Всемирный день очистки водоемов. Чего только не нашли аквалангисты, ныряя под воду. Знак «Купаться запрещено», продуктовую тележку, скейтборд, тротуарную плитку, часть от игрушечной коляски, машинки и даже шайбу. Некоторые жители удивлялись найденному и, не стесняясь, забирали с собой сюрпризы со дна баранки на долгую, а, возможно, и вечную память. Постоянно гуляем и хотим, чтобы пруд был чистый, красивый. Также для всех тех, кто был готов почувствовать себя профессиональным аквалангистом, выдавалось снаряжение и проводился небольшой инструктаж. После экспресс-курса отважные одинцовцы погрузились в баранку и начали сварить по очистке достопримечательностей. Железобетонные блоки, какие-то каменные, вот здесь вот камень лежит большой, не знаю, откуда взялся. Так что, не, ну культурный народ, вообще не так много бытового мусора-то. Все остались довольны акцией. И детки, которые с удовольствием и восхищением смотрели на дайверов, пытаясь нырнуть вслед за ними и помочь с уборкой и родителей, и непосредственно участники. К сожалению, на дне пруда обнаружить малышку Несси не удалось, но жители не расстраиваются, а наоборот надеются, что субботник дайверов станет хорошей традицией. И в следующий раз неожиданных сюрпризов будет намного меньше. Дарья Сутягина, Алексей Орлов, телекомпания Одинцова.